МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За высокой безработице среди молодежи сотни тысяч выпускников школ, как рассказывает журналист, вынуждены жить на небольшие пенсии бабушек и дедушек и ютиться у родителей. Многие пытаются уехать. Цитата. В отличие от Германии, средиземноморские страны не могут содержать мигрантов. Политики всех мастей от Братиславы до Бухареста не могут понять, почему они должны принимать у себя экономических беженцев, в то время как сотни тысяч своих же граждан эмигрируют ради работы в Западную Европу, отмечает Шумер. Если не считать комиссии в Брюсселе, у Меркель практически не осталось союзников в миграционном кризисе, продолжает автор. К премьеру британский премьер-министр Кэмерон, с которым Меркель поддерживала показательную дружбу, канул в историю, где скоро окажется и членство самой Великобритании в ЕС. Да и австрийскому канцлеру Файману пришлось уйти в отставку из-за массовой миграции. Также недавно в союз с антимиграционными государствами вступил датский премьер-министр Ларс Лекерасмусен. А на фоне того, что с недавних пор принимать мигрантов перестала еще и Швеция, получается, что Германия идет своим собственным особым путем. Таким образом, без Великобритании, Испании и французского соседа Германия остается самым крупным плательщиком в зашатавшемся европейском проекте, заключает Шумер. В интервью газете «Ли Фигаро» Николай Саркази, бывший президент Франции и кандидат на выборах от партии республиканцы, подробно рассказывает о своем экономическом плане, цель которого – одновременно снизить государственные расходы и налоги. Цитата. «Единственный важный вопрос – это понять, какой должна быть экономическая стратегия, которая позволит Франции восстановить полную занятость. Эта стратегия по всем пунктам отличается от той, при которой мы живем последние пять лет», сказал Саркази. «Экс-президент предлагает поставить на голосование в течение первых трех месяцев после выборов план по сокращению государственных расходов на 100 миллиардов евро и по снижению налогов на 40 миллиардов. «Эти меры должны быть утверждены сразу и одновременно. Я настаиваю на этом пункте», – подчеркнул он. «Нам нужно параллельно снижать налоги и вводить экономию. Одно не может существовать без другого. Только такой план позволит нам преодолеть кризис доверия, обеспечить рост, снизить безработицу, ограничить дефицит и долги и оградить себя от риска повышения процентной ставки», – сказал Саркази. «Он добавил, что Франция никогда не возобновит рост, если незамедлительно не отменит большую часть шоковых налоговых мер, которыми обложил французов Франсуа Алан, начиная с 2012 года», – сказал экс-президент Франции. «В Японии представили новейшую разработку – робота-ребенка», об этом пишет газета «Гардиан». «Андроид» под названием «Киробо Мини» создали специалисты компании «Тойота Мотор». Его высота в сидячем положении составляет 10 сантиметров. Он обладает искусственным интеллектом на уровне пятилетнего ребенка, оснащен видеокамерой и голосовым синтезатором. При помощи камеры робот может распознавать выражение лица собеседника, что позволяет ему подобрать подходящий ответ, а также интерпретировать жесты и естественную речь. Голосовой синтезатор на высоких тонах имитирует голос малыша. Кроме того, сидящий ребенок слегка покачивается, точь в точь, как живой малыш, и умеет моргать». Цитата. «Авторы разработки полагают, что ошибки в его речи и неуверенная координация вызовут особую эмоциональную связь между роботом и родителями», — говорится в статье. «Создание робота-ребенка было вызвано тем, что в стране восходящего солнца резко упала рождаемость. За последние 50 лет вдвоем, примерно до 1 миллиона детей в год». По мнению разработчиков, «Киробо Мини» поможет бездетным парам справиться с психологическими проблемами. На сайте «Тойота» сообщается, что благодаря искусственному интеллекту «Киробо Мини» станет универсальным портативным другом и помощником любому человеку, поскольку он умеет разговаривать с владельцем и реагировать на его эмоции. Планируется, что «Киробо Мини» поступит в продажу в Японии в 2017 году и будет стоить 39 тысяч йен или 390 долларов. Будет ли он продаваться в других странах, пока не сообщается. Британский актер Бенедикт Кэмбербэтч появился на обложке ноябрьского выпуска журнала GQ, а в интервью изданию рассказал, что сериал «Шерлок», возможно, близится к завершению. Актер отметил, что никогда не говорит «никогда», но пути развития проекта после четвертого сезона пока не ясны. Цитата. «Это может быть концом эпохи. Если честно, это и ощущается, как конец эпохи. Сериал идет к тому, с чего трудно будет сразу оттолкнуться. Мы сделали что-то довольно полноценное, завершенное, поэтому просто подождем и посмотрим», — сказал актер. На данный момент вышло три сезона сериала, по три эпизода в каждом и один специальный выпуск. Премьера четвертого сезона намечена на январь 2017 года.